Как сделать отводки? Допустим, у вас нет возможности семью поделить на поллёта. Вы хотите семья сильная, у вас два корпуса занимает, 8 рамок расплоду, 6-7, 8 рамок расплоду. Что делать? Если у вас одно место, вы можете сделать только неправильный отводок. Как я и говорил, семья на поллёта. То есть, если вы поставите сюда, лётная пчела слетит сюда. Это неправильный отводок, он у вас будет развиваться, но намного позже разовьётся, ну где-то дней на 20 позже разовьётся. Это вы потеряете самую лучшую пору. Обычно отводки делаются в мае и июне, то есть, когда достаточно, когда пчёлы собираются на роение. В этот процесс люди стараются сделать отводки, чтобы не пошло, это противовой метод, чтобы не пошло роение. И семья, чтобы удержать от роение, и чтобы она в мёд принесла. Итак, друзья, хочу сообщить. В это время очень много лётной пчелы. Что мы делаем? Мы делаем вот такой процесс, друзья. Отставляем отводки, делаем, вынимаем. Медовая с краю. Расплод печатный идёт. Закрытый. Расплод открытый идёт. Медовая идёт. Вернее, закрытый расплод. И последняя, медоперговая идёт. Вот. Не меньше должно быть трёх рамок расплода. А если больше, то пусть четыре рамки расплода и одна медоперговая на край. Вот у вас отводок пятирамочный нормальный. Вот. То же самое мы делаем на другую сторону. На другой ящик. Такая же ситуация идёт. Четыре рамки расплода и одна медоперговая. Вот. Поставили вы. Но сразу хочу сказать. Когда вы поделили, на этих рамках осталась пчела. Вы прямо с пчелой ставите. Что вы делаете, друзья? Вы делаете, закрываете. Литки закрыли. Вот. Забили литки. И крышу прикрыли. Чтобы пчела не вылетела. Вот. На, неопределенно, ну, приблизительно на час-полчаса. Вполне достаточно. Та же самая ситуация с этим отводочком. Закрыли литок, чтобы пчела не вылазила. Я думаю, это все понимают. Щели не должны быть. А если щели есть, то тогда на этом учитесь, как говорится. Что производим дальше? Дальше мы производим вот что. Мы забираем эту семью в сторону. Полностью ее унесли. На это место ставим поддон с этой семьи. И ставим пару рамок. Пару рамок ставим сюда. Вот. Какие? Соты можно поставить. С медом можно поставить. Ну, только без... Ну, чтобы можно было пчел струсить. Соты пустые с медом. Накрываем. На полчаса. Накрыли на полчаса. А что происходит? Можно больше, можно меньше. Четыре рамки поставить. Ну, чтобы поровну было. Как говорится. Ну, я приблизительно советую хотя бы по две рамки. Пчела в течение полчаса прилетает вся летная сюда. Залетает. Она в растерянности. Гнездо исчезло. Потому что мы отставили это гнездо полностью и закрыли его. Там и пчелы есть, и расплод летный. Все в сторону отодвинули. Все. Они сюда прилетают, и они в растерянности. Собираются здесь на двух рамках. Через час, через полчаса вы что делаете? Открываете. Смотрите. Пчела здесь, здесь, здесь. Вот. Две рамочки вам надо. Одну поставили сюда. С летной пчелой. Это вся летная. И одну поставили сюда с летной пчелой. Все. Закрываете хорошо. Прибиваете, чтобы оно не двигалось у вас. Вот. Чтобы улик можно было поднять и перевести. Так же ситуация и здесь. Закрыли. Все. Вот у вас образовалась семья с летной отводок. И этот отводок с летной пчелой. Что здесь делаете? Этот ящик убираете в сторону. Он вам не нужен. Ставите на место оставшийся корпус. Поставили на место оставшийся корпус. Вся та летная пчела, которая еще в поле, она прилетает сюда. И здесь много осталось той пчелы, которая способна летать. То есть она уже на меду лазит. Мы с расплодом забрали гнездовую. А тут осталось медовые, которые на втором корпусе были. С медом. Она уже полулетная. То есть эта семья спокойно пойдет на развитие. Что мы можем сделать дальше? Здесь оставляем матку старую. Все. Она продолжает работать. Ей нормально. Меду хватает. Летная пчела пошла быстренько работать. Потому что здесь в основном уже наполовину созревшая летная пчела. А здесь сто процентов летную мы поставили по рамочке. Это мы отвозим на другое место. На другой точок. К брату, свату, родственнику, куму. Куда хотите. Отвозим туда на пару недель. Привезли. Поставили. Открыли. Летная пчела рванула сразу. Облет сделали. И пошли работать. Заодно вы сюда, как говорится, вечером привезли. Поставили. Через два часа вы в обед сделали. Вечером уже поставили маточку. Сюда и сюда. Все. К утру они маточку выпустят. И здесь, и здесь. Есть летная пчела. Новая матка пошла сеять. У вас образовались автоматически две семьи. Ну, если вы не хотите сделать с одной семьи два отводка, то можете с каждой семьи по одному отводку. Эта старая семья будет более усилена, более работать. Но по отводку вы всегда сделаете от каждой семьи. Итак, друзья. Чем хорошо этот метод? Вы взяли летную пчелу. Чем плох этот метод? Этот метод плох для коммерческих пасек. Они не хотят заморачиваться, голову морочить. Они покидали пчел, закрыли. Вот. Или там поставили. Они у них стоят долгое время. Вам выгодно чем? У вас небольшая любительская пасека. 10-20. Вы один день затратили. Но зато на следующий раз вы приехали, у вас вся семья рабочая. Прекрасно смотрится. Мед носит. И то, что вам и требовалось доказать. И матки сеют. И мед носится. Это особенно важно. Заметьте. Летную пчелу при делании отводков никто не хочет, ну, не заморачивается. Не ставит. Вот. Итак, обратите внимание. Если вы так сделаете, вы будете успешны. Через две недели вы привезете на свой тачок. Или на новом тачке у вас второе место есть. То у вас будет нормально развиваться семья. У вас не будет головной боли. Да. То, что-то там не летает. То, что-то пропало. То, что-то расплод выкидают. Это все бывает, когда нету летной пчелы. Жарко. Воды нету. Семья начинает кушать расплод. И выкидает его. Потому что нечем кормить. Приноса меда нету. Они экономят средства. Итак, друзья. Подписывайтесь. Ставьте лайки. До встречи. Жду ваших комментариев.